Связь по социальным вопросам, это важно. Это действительно важно. Как зашло, как выступил ты. И в Европе такой сильнейший тренд. Очень многие политики наняли сотрудников, которые должны по соцсетям отслеживать всё, что о них говорит. Некоторые политики наняли юристов, которые тут же в суд подают. Если юрист приходит, то есть на ставку берут адвоката, если приходит к выводу, можно привлечь, и это будет удачное решение. Ну, в их пользу суда. Или там полиция займётся этим делом. То есть политики очень чепетильно к этому относятся. Ну, давайте так, на вопрос. Слышат ли вас, если Кизовета меня заблокировала, известно, что он сам читает себя в запрещенной в России социальной сети X, бывший Twitter, значит, читает. Поверьте мне. И я знаю точно, что министры иностранных дел некоторых стран на стол кладут регулярно определённые вещи, и в этом отношении, давайте так, это сейчас не в виде рекламной паузы, это по факту. Значит, даёт интервью немецкий депутат, нашему коллеге Владимиру Соловьёву. Ну, в программу включился, и это не интервью, как интервью. Вот они поговорили, они поговорили. Четыре раза в Бундестаге произносится имя Соловьёв, Соловьёв, Соловьёв. А депутаты уже все забыли. Вопрос. Слышат ли они? Представляете, как там перевели сразу всё, что говорилось. Ну, там, наверное, некоторых жаба щемила, я думаю, что не они у Соловьёва выступили. Значит, по поводу моей фамилии в Бундестаге с Владимиром Врудовичем я не конкурирую. У меня три раза произнесли мою фамилию в Бундестаге. Я имею в виду в течение одной перепалки. Так я не знаю, я не отслеживаю, сколько раз там произносят, завуалировано, не завуалировано. А дело в том, что мониторят очень сильно, что говорят ведущие СМИ России. И Вести ФМ, только если посмотреть на Task Force, поверьте мне, под таким увеличительным стеклом переводят, читают, вчитываются, обрабатывают, следят, прослушивают, взламывают почту. Это показатель чего? Ну, если мне взломали почту, и об этом говорит там Шпигель, хвастается, что они вместе с инсайдером взломали мне почту, а потом, а, он признал, что ему с почту взломали, значит, это действительно у него в почте было. То есть до такого доходит. Вот. Ну, значит, до них доходит. И до них не только до контрразведки. Я думаю, многие обратили внимание на этот момент, что я думаю, что спецслужбам Запада много анализируют. И атмосфера какова? У него было такого 15 лет назад. А если было, оно было невидимо. То есть я понимаю, что контрразведка Германии внедрила к неонацистам, и я считаю, абсолютно правильно внедрить к неонацистам людей. Они называли фау-люди, то есть внедрённые. И когда решили закрыть нацистскую партию, ну, принято говорить неонацистскую партию, в 2018-м в президиуме 3 человека из 7 работают на контрразведку. Ну, правильно, контролировать надо неонацистов. Но только это всё как-то изменилось. Они больше не контролируют неонацистов, они пробуют заклеймить там понятия радикал, за теми, кто выступает против мейнстрима. А на сегодняшний день, так знаете, а против мейнстрима. Да нет, те, кто выступает против войны. Те, кто за мир. Вот за этими сегодня службы следят. И то усилие спецслужб, вот самые, это худшие... ГДР, когда штазе следило, об этом я рассказывал неоднократно, когда КГБ такой символ страха, что КГБ наводит страх там... Дорогие друзья, это в сегодняшнем Евросоюзе спецслужбы, которые подчиняются главе МВД и глава МВД перепредавлены на разговор священнослужителей православной церкви, будут от них письменных объяснений, как они будут служить дальше в церкви. Просто, чтобы вы понимали, на каком уровне. Там, я понимаю, что у КГБ были и чёрные времена, и у НКВД. И мы-то проработали все эти вопросы. И как раз вот этот, они вошли в тень. Они ещё не в чёрном, они вошли пока что в тень. Рыцарь и тьмы. И в этом отношении то политическое существование, которое в Европе есть, практически все политики знают, что они под колпаком у Мюллера. Для молодёжи я объясню, что такое колпак Мюллер. Можно посмотреть фильм «Семнадцать мгновения весны». Гестапо, тайная государственная полиция. Очень часто сегодня в Германии я слышу, там Гестапо возражение в Санине не очень правильно, я считаю. Но тем не менее, все понимают, о чём идёт, в эмоциях и это, допустим. Я вернусь сейчас к Ирландам, антагирую на живые образления. Но давайте такую вещь. В Британии, и это действительно, вы знаете, так как бы серьёзно, кабинет министров выпускает, это не просто там кто-то один решил, что контрразвительная служба МИ-5 должна перенаправить все свои усилия с террористов на борьбу со спионажем со стороны Российской Федерации, Китая и Ирана. Как вам? Понимаете, то есть они террористов не боятся. Они не боятся, что у них там под миллион людей за это время выходил на улицу с пропалестинскими лозунгами. Прямые угрозы там постоянно. Даже не рассматривают того, что, например, ультраправые, правые, радикально настроенные британцы, при том в различных частях Британии по-разному происходят, на самом деле очень активировались, потому что люди не понимают, что происходит. Мне кажется, это тоже сознательный шаг. Была такая штука, сейчас чуть-чуть я про Нидерланды расскажу, расскажу, почему Нидерланды могут заявить о Брексте в ближайшее время, ну я имею в виду исторически в ближайшее время, вот до года примерно даю им время. Сейчас к этому вернёмся. Ну вот смотрите, такая штука. Город Львов, Западная Украина, Советский Союз только распал.